Добрый день всем любителям второго Старкрафта! Вас приветствует Alex007 Не так давно мы смотрели матчи Чемпионата Мира в Китае Замечательного турнира World Electronic Sports Games Мы видели эпичную схватку русского гусара и корейской машины Мы наблюдали за великолепным финальным противостоянием Сэррла и Инновейшена Финала, который наверняка будет считаться одним из лучших в истории второго Старкрафта Но вполне возможно, что мы еще не видели главного Сенсации и скандалы это то, что сопутствовало Чемпионату Мира в Китае И сегодня мы будем разбираться в том, что же происходило в самых странных матчах этого турнира Вы готовы? Тогда поехали! И давайте начинать с того самого матча Maru против Scarlet Матч за третье место, первый сет на карте Kingscoff И вроде бы это тот самый поединок, в котором был побит рекорд, количество ядерных ударов В одной профессиональной игре Но, честно говоря, это все мелочи Начинало все, конечно, довольно мирно За первые 10 минут в игре не произошло реально ничего Меньше чем 2500 потерь Зерк набрал 200 лимита вообще Где такое видано? 200 лимита за 10 минут В активной игре профессионалов Maru просто сидел дома Ну и, в принципе, только после первых 10 минут игра начала как-то там раскочегариваться и разминаться В таком состоянии она находилась еще какое-то время И давайте покажем вам один весьма интересный эпизод Вот это момент, когда Scarlet пошла в атаку с брудлордами Это едва ли не единственный момент агрессии Scarlet за всю 80-минутную игру Вот так это примерно выглядела Такая мощная, бравая атака от Scarlet на позиции Терана Терну действительно приходится не просто в этом сражении И мы видим, что Maru вынужден отдать, по сути, эту базу Он теряет большую часть своей армии Он достаточно сильно проседает по лимиту Хотя справедливости ради Scarlet просела тоже Но понятное дело, что сражение выигрывает Зерг Теран вынужден отступить, вынужден оставить позицию на лоу-граунде И, в общем, игра с этого момента развивается далее в макро Maru стабилизирует ситуацию Maru отбивается дальше дома на трех базах И потихонечку начинает переходить на стратегию массовых ядерных ударов Вот на этом моменте позвольте мне пояснить вам Откуда, собственно, пошли все эти ядерные удары И с какой радости Maru начинал их использовать Небольшой инсайт с места событий К сожалению, все участники чемпионата мира в Китае Вынуждены были играть на китайском клиенте и на китайском языке Что это означает? Это означает, что, например, уведомления о запуске ядерной ракеты Тоже были именно на китайском То есть игроки не могли понять, когда на самом деле по ним пускают ядерку Это можно было вычислить только по каким-то косвенным признакам Соответственно, и у Скарлетт, и у всех остальных участников турнира Была масса проблем разного рода с этими звуковыми уведомлениями И вот Maru решил этим очень нагло воспользоваться Скарлетт просто иногда не понимала, что ей нужно искать точку ядерного удара И поэтому периодически допускала разные ошибки Теряла дронов налево и направо Ну и, в общем, Maru таким образом продолжал играть Он просто массово спамил ядерки Пользуясь тем, что Скарлетт толком на это не может реагировать И, собственно, за счет этого постоянно продвигался вперед по карте Постоянно выигрывал, прежде всего, пространство Выигрывал, возможно, какие-то точки для новых баз Вот, в принципе, вы можете видеть, как это примерно происходило Сначала Maru зачистил себе левую часть карты Потом пошел зачищать правую часть карты И обратите внимание, просто важнейший момент Первый и последний раз за всю игру Скарлетт контратакует Вы видели, да? Только что был брошен Нидус на мейн к Maru Maru в это время развлекается ядерками Вот эти два Нидуса Это единственная контратака Скарлетт за всю игру То есть, примерно начиная с 20-й минуты до где-то там 55-й Скарлетт сидела и принимала ядерки Больше ничего в игре не происходило Никаких контратаков, никакого давления Только вот эти два безуспешных Нидуса Ну, естественно, если бы игра так и закончилась То мы бы ее не обозревали сейчас Или, может быть, обозревали в каком-то другом формате Но тут начали происходить самые странные события Maru, после того, как он уже отжал Скарлетт на малепусеньку 5 земли Внезапно решил подраться 200 на 200 Причем совершенно отвратительнейшим образом Посмотрите, что произошло с этими викингами Maru их не расплетил Они поймали микозы Они поймали паразитические бомбы Maru отдал, по сути, половину своего лимита И весь этот прогресс, который он проделал за последние 30 минут Был про... Отдан, в общем, за 30 секунд За просто одно неудачное сражение После этого игра в кошки-мышки превратилась в игру мышки-кошки Ну, или, если хотите, Maru и Скарлетт просто поменялись ролями Скарлетт стала кошкой Что, наверное, ей здорово подходит Она была бы не против Ну, а Maru, соответственно, превратился в мышонка Который дальше начал летать викингами по всей карте В попытках откайтить караптерово войско своей соперницы И вот тут-то, конечно, начинается все самое интересное Тут начинаются как раз те моменты Ради которых я и захотел показать вам игру Итак, мы отправляемся непосредственно в реплей И разбираем сейчас ситуацию уже ближе к началу второго часа, скажем так Давайте включим звук, давайте смотреть, что здесь происходит Скарлетт сейчас инициирует очередную атаку Maru, который играл в мышки-кошки, конечно же, снова убегает Потому что драться с этим войском у него нет никакого желания Красивый размен, эффектное сражение Тут зажато в угол пехота Викинги продолжают кайтить караптеров Бейнлинги находят гастов Все прекрасно, все очень весело, бодро и здорово И вот теперь очень-очень-очень интересный момент Внимание, господа! Для тех, кто не знает, каковы правила игры в StarCraft В стандартном 1 на 1 мультиплеере Для того, чтобы одержать победу, вам формально нужно уничтожить все здания соперника Я уже много раз говорил об этом правиле, но на случай, если вдруг кто-то его не понимает Сейчас на карте у Скарлетт остается 3 караптера И при этом на карте больше нет газа В принципе, вообще Его не осталось То есть газ больше добыть неоткуда Таким образом, Скарлетт больше не может построить юнитов, которые будут убивать здание Тирана Что должен в этой ситуации сделать Мару? Он берет любое свое здание, например, орбитальную станцию, лучше несколько для верности Отправляет их в левый нижний угол, берет своих 9 викингов, ставит их здесь на патруль И на этом игра заканчивается Все, что происходит после этого момента, после часа 3 минуты Это чертов театр абсурда Это что-то совершенно невразумительное Потому что ни оба игрока, ни рефери, которые нужны, собственно, в таких ситуациях Это работа судей Определять, что игра точно заканчивается в ничью Даже чисто теоретически Она не может закончиться по-другому В этой ситуации игроки продолжают за что-то бороться Ладно, я в теории могу понять, за что борется Мару Мару в теории может победить У Скарлетт нет ни единого Ни единого теоретического шанса на победу Причем сейчас она отдает своих караптеров И вот на этом этапе просто судья должен подойти, поставить на паузу И сказать, ребята, эта игра заканчивается в ничью Если Мару не хочет побороться за победу Потому что здесь все понятно Никакого другого исхода быть не может Скарлетт не в состоянии убить здание терна, которые улетят куда-то в угол Все, что происходит после этого, это какая-то дичь Я, честно говоря, не слушал комментаторов Ни англоязычной, ни русскоязычной трансляции Но если они всерьез комментировали все, что происходило дальше То они, скорее всего, ни черта не понимают в Старкрафте Здесь нечего комментировать Эта игра окончена Но, окей, можно было бы по итогу все списать на судей И сказать, вот, судьи там дурачки Не доработали, игроки просто просидели лишние 20 минут И после этого игра закончилась в ничью, как должна была бы Но, самое интересное в этой игре только впереди Пока я не знаю, чем тут занимаются Мару и Скарлетт Какие-то сканы, какие-то криптуморы И, опять же, просто понятия не имею, чем они тут все занимаются Мару явно не намерен побеждать, судя по тому, как он располагает своих юнитов Скарлетт, конечно, может и хочет побеждать Ну, как бы непонятно за счет чего Продолжаются просто какие-то путешествия юнитов по карте Я специально вам все это показываю, не проматываю, чтобы вы почувствовали бессмысленность ситуации То есть игроки сами, в принципе, ничего не делают Но при этом игра почему-то продолжается Окей, окей Королевы, линги, брудлорды куда-то ходят Мару все это сканит Очень интересная история Линги куда-то забежали и убили сенсорку И вот это что такое? Скарлетт поставила на паузу, да? И пишет Если я не могу убить планетарку, то ничья Офигеть, Скарлетт А если ты можешь убить планетарку, то что? Что? Что произойдет, если ты убиваешь планетарку? То есть была поставлена пауза Игроки что-то обсуждали, наверное, с судьями Может быть, друг с другом, я не знаю Что они обсуждали? Скарлетт идет убивать планетарку Которая вообще ничего не решает Потому что, ну убьешь ты планетарку Ну как бы... Это ж ничего не дает в плане уничтожения зданий, которые просто улетят Мару все устраивает, судьи все устраивают Продолжается какой-то совершенно непонятный спектакль Вот правда, как будто это какой-то режиссер, знаете, пришел голливудский такой А давайте, давайте сделаем вообще полную фигню какую-то, чтобы все охренели И вот, вот они сделали полную фигню Окей, планетарка не убита, но ничьи все еще нет Внимание, вопрос, как бы Когда она будет, то есть В чем задумка? Планетарку мы не убили Хотя, зачем-то нужно было Скарлетт продолжает тянуть какой-то крип Куда-то идти королевами, брудлордами Все это время у Мару есть куча зданий, которыми он может улететь Но он ими почему-то не улетает Вместо этого он пытается викингами зачем-то убить брудлордов Тоже непонятно зачем Происходит, опять же, какая-то вообще рандомная движуха Какие-то споры перекапываются Вот, та самая планетарка пала Теперь-то Скарлетт, конечно же, победила В скобках нет Мару, наконец-то, начинает улетать зданиями Слава богу, думаем мы Сейчас Мару улетит в угол карты И, наконец-то, эта ничья станет ничьей Подумаешь, игроки переиграли 15 минут Ничего страшного не произошло Но здания улетают не в угол карты Здания улетают вот сюда Так, прекрасно Что дальше? Мару продолжает отступать Скарлетт продолжает тянуть крип Отвоевывает территорию, которую она ранее потеряла на нюках Очень здорово Какие офигенные позиционные войны Так, спорочки перекапываются Я чувствую себя, как будто игры разума комментирую Знаете, как... Как игры ботов У которых вот есть программа И они по этой программе идут И тут внезапно Мару подлетает и говорит Ха-ха! Сейчас я убью всех твоих брудлордов, Скарлетт! Всех брудлордов Мару не убивает Один брудлорд выживает И Мару пишет ГГ Это Просто Вы понимаете, что здесь происходит? Вы понимаете, что даже отдав всех викингов Отдав вообще всех юнитов, которые есть на карте Мару все равно не проигрывает Потому что он улетает зданиями И Скарлетт должна была это понимать И рефери должны были это понимать Все должны были это понимать Что это за чушь? Это чемпионат мира, ребята Это не дворовой турнир Тут игроки мирового уровня Как вообще они могли об этом Забыть или не подумать? Я встретил уже штук пять Версии разной степени Тупости О том, что же на самом деле произошло Одни гениальные люди Рассказывают что-то типа В правилах ВСГ Короче, есть такая тема, что Тут бы Скарлетт все равно победила Даже если бы Мару улетел с зданиями Чушь Я прекрасно знаю, что такое правила ВСГ Я их лично, к сожалению, не писал Но как минимум проверял Там есть много глупостей Но эта игра по правилам ВСГ все равно Могла бы закончиться в ничью Я встречал какой-то абсолютный Идиотизм Которым пишут люди Которые вообще, наверное, ничего не понимают в игре Что админ запретил Мару улетать в угол Просто чё? Какой админ и что запретил? Наш хороший друг Админ, рефери Который работает на ивентах Старладера Был на ВСГ Он стоял за спиной Мару И ничего он никому, естественно, не запрещал Как и китаец, стоявший рядом с ним Это полная феерическая чушь И знаете, что сказали Мару и Скарлетт В своём послематчевом интервью Когда их спросили А чё тут произошло? Мару сказал Ха А я забыл улететь своими зданиями И Скарлетт сказал О, а я и не подумала, что Терран может улететь зданиями Ну вы, ребята, классные Эм Я не знаю Я вам скажу так Мару и Скарлетт Большие Большие счастливчики Что на этом Их репутация Их репутация Потому что в противном случае Их репутация Могла бы быть испорчена Просто на веки веков И я сейчас не шучу Это Самая глупая концовка матча В истории Старкрафта Которую я видел Вот за всю свою жизнь Это я вам Гарантирую Никогда такой чуши не было Чтобы На чемпионате мира Игра, которая Супер очевидно 20 минут Как Всем, кто Понимает В игре Должна была закончиться В ничью Заканчивается поражением Одного из игроков Это Кошмар Конечно Большая часть В кавычках Вины Здесь лежит На Мару Но если вы думаете Что действительно Именно Мару Тут страдал Какой-то фигней А Скарлетт Вообще Княгиня И царица То у меня есть Для вас Еще один Прекрасный Фрагмент Этого матча Это уже Один из следующих Сетов На Карзе Порт Александр Это Это просто Веселуха Смотрите Что сейчас происходит Скарлетт Ставит второй Пул Видали Сейчас уже готов Скарлетт Лейр Очевидно Что она Скорее всего Пыталась поставить Нидус И она ставит Пул Фишка в том Что я вообще Не знаю Существует ли Хоть одна Система Ходки В мире По которой Можно мискликнуть И поставить Пул вместо Нидуса Но видимо Она существует И вот такие Глупые ошибки Случались И со Скарлетт И с Мару В течении Всего этого матча Я ни в коем случае Не говорю Что кто-то из них Намеренно сливал Но То что здесь Происходило В течении Всего матча И особенно Конечно В концовке Первого сета Который я вам Показал очень подробно Вообще У меня в голове Не помещается Может быть Конечно Что-то не так С моей головой Но Здесь я бы Все-таки Искал проблемы В чем-то другом Окей Это был матч Мару Матч Мару Против Скарлетт Это был Очень Странный Поединок Это был Матч За третье место Возможно К нему Было Знаете Такое Отношение У обоих Игроков В стиле Ой да Нам на самом деле Плевать Как бы Пусть там Происходит Вообще Что угодно Пусть там Земля горит Нам В общем Все равно Потому что Нас этот матч Не интересует Но Я вам покажу Еще парочку Супер интересных Поединков И начнем мы С дуэли Как раз Нашего будущего Бронзового Призера Этого турнира Мару И некоего Меомайки Очень Хороший Вопрос Кто такой Собственно Меомайка Помимо того Что это Красный зерк Появившийся В правом Нижнем углу На карте Сайбер Форест Меомайка Игрок Из Вьетнама Игрок Который В принципе Достаточно Давно Известен В мире Старкрафта Ему 25 лет Он Не то чтобы Когда-то Выступал На высоком Уровне У него Рейтинг Примерно 5900 То что я Слышал На корейском Сервере И при этом Он такой Довольно Чизовый Игрок То есть Разница Между Мару И Меомайкой Ну на ладере Чисто это 1000 ммр Но если Говорить о Турнирном Рейтинге То возможно Даже выше Потому что Такие игроки Как Меомайка Они Ну как правило Достаточно Ограничены В выборе Стратегий Да В Просто Каком-то Плане На игру И собственно Поэтому у них Могут быть Проблемы На турнирах Мару Едет Разведывать И он Собственно Увидит Что Меомайка Играл Пул до хаты Причем Пул такой Довольно ранний Все это мы Сейчас вам Естественно Покажем В лучшем виде Вот Мару Приезжает Видит Пул до хаты Должен Сказать себе Окей Я должен играть Осторожно Я не должен Никуда улетать Рипером Потому что Там будут Скоро Зерглинги Ну Естественно Мару Прям вот так И делает Никуда Рипером Не улетает Откуда Прибежали Зерглинги При пуле До хаты Вообще Непонятно Да Вот просто Абсолютно Невозможно Даже предположить Откуда Эти собаки Взялись При этом Меомайка Ставил быстро Роучвора Но он его Отменил Он не видел Смысла Просто здесь Играть В роучей С учетом Того Что его Скорее всего Разведают Мару Теряет Вагон и тележку Времени На командном Центре Совершенно Безобразная Игра От корейцев Потому что Ну реально Этот риппер Просто обязан Был Находиться Дома В то время Как Контролит Например Выход Роучей Можно было Как раз С Сивишкой Или еще Чем-нибудь Короче Не знаю Это на совести Мару Такой Прекрасный Дебют Но самая Веселуха Начинается После этого Смотрите Что делает Меомайка Он делает Лэйр Лэйр Специально Под риппера Да Меомайка Имитирует Макроигру С каким-то Нидусом А на самом деле Он ставит Бейнлинг Нест Очень остроумное Решение Очень крутое Но Предположим Да Предположим Это на самом деле Быстрый лэйр И это был бы Нидус Куда Улетает Мару Вот Два вопроса Есть жизненные Которые Невозможно Ответить Куда уходит Детство И куда Улетает Мару Он идет Ловить Эверлорда Видимо Думая Что Я ошибил Эверлорда И Нидус Мне не бросит Да А что если Линк подбежит И бросит Нидус Сюда Чем его Убивать То есть Просто Куда Ты Улетаешь Если Ты Видишь Что Тебя Чизят Ты Не Знаешь Как Именно Точнее Ты Думаешь Что Знаешь А на самом деле Не Знаешь Ну вот Просто Куда Зачем Полетел Дома Мару Мару Оказывается В Такой Как Б Ситуации Разменов Который Все равно У соперника На карте В два раза Больше Армии Ему Отбиться Намного Проще Сам Мару В итоге Просто Бросает Все это Дело Улетает Куда То Здания Стоит Отдать Мару Должное Он Прям Здесь Борется До Конца Но Сорян Мару Тут Никакой Ничьи Нет Потому Что В отличии От Предыдущей Игры Как На карте Еще Много Денег И если Зерк Выживет Если Он Будет Добывать Деньги То Он Эту Игру Своей Победой Закончит В общем Мару В этой Прекрасной Ситуацией Опять Борется До Конца Тут Ему Респект Прям Вот Молодец Он Смотри Что Сделал Он Перелетел С зданиями Прям Он Пытается Тут Что Придумывать Своими Дабл Дропами Ух Как Он Тут Борется Но Конечно Это Полная Фигня Когда У тебя Один Рабочий У соперника Там Куча При этом Зервингом На карте Миллион Ну В общем Понятно Что Эта игра Окончена Один Ноль В пользу Меомайки Мара Правда В это Еще Не верит Но Можете Поверить Мне Кина Не будет Мара Пишет ГГ Выходит Один Ноль Меомайка Берет Первый Сет Ну После Такого Первого Сета Даже Если Мара Вообще Не знал Кто Меомайка Ему Никто Не говорил Что Это Чизер Ну Реально Надо Задуматься Да Вот Парень Как Чизит Наверное Просто Можно Сыграть Достаточно Сейфово Чтобы Не Отлетать От Какой Нибудь Фигни Не Правда Ли Не Правда Ли Мару Но Как Вы Догадываетесь Не Все Так Просто Мару Играет Рипер ЦЦ Разведывает После Барака Что Плохо Но Допустимо Приезжает Видит Хату Видит Пару Лингов Дома И Даже Не хочет Проехать И посмотреть Собственно Что там То есть Что он увидел Здесь Он увидел Пару Лингов Если бы он Использовал Минерал Волк Он мог бы Хотя бы Посмотреть Делается ли Там Королева Но Хорошо Предположим Что В общем Это не очень Интересная Инфа Подумаешь У соперника Просто Полдахаты Мара Ставит Бункер Здорово Соперник Идет В роучей Рипер Этих Роучей Встречает И вот Сейчас Начинается Собственно Самое Интересное Потому что Мару Вместо Того Чтобы Сразу Поставить Бункер На хайграунде И уйти На хайграунд Решает Что Он Спокойно Отобьется Одним Бункером Здесь Это Очень Интересное Решение Которое Вроде бы Выглядит Полностью Обоснованным Но Не в ситуации Когда ты Пролетел Увидел Что у соперника Тупо Нет рабов И еще Здесь Куча Собак Мару Принимает Супер Интересное Решение Он Пытается Закрыться Прямо Под Реведжерами Здесь Бункерами Это Не работает Только Что Вроде бы На секундочку Промелькнуло Здесь Иконка Бункером Умару Умару Вроде бы Посеялось Такое Здравое Зерно А может Мне все Таки Нужна Глухая Стенка И нужно Дефаться На Хайграунде Но Не Все Фигня Нормально Пофиг Что у соперника Там было 20 Рабов Пофиг Что Он Проводит Улыновую Атаку Давайте Чтобы У нас Не было Стенки Вообще Никакой На рампе Давайте Чтобы соперник Вот мог Сделаем так Чтобы соперник Мог зайти Просто Ко мне На мейн И убить Там Все Просто Офигенная История От Трехкратного Чемпиона GSL Которая От этих Чизов Отбивается Просто По 10 Раз в день Мюмайка Тут Конечно Контролит Как может Убивает Че может Мару Демонстрирует Чудеса Кризис Менеджмента И снова Поймите меня Правильно Это не какой-то Тупой Намеренный Слив Мару Прям Реально Сейчас Разозлился И он Не собирается Отдавать Эту игру Мюмайка Тут начинает Прикалываться У него Два Гидродена Пошли Но Это Не ошибка Да и Не какой-то Троллинг Это просто Необходимость Побыстрее Получить Оба апгрейда Чтобы дальше Вот эту стенку Прессинговать Мару Опять-таки К его чести Он Все понимает Он борется Мюмайка Тут делает Какие-то Передропы Линга В Мару Отчаянно Сражается У Мару В два раза Меньше Лимита Но он все равно Пытается Драться Ну и как вы понимаете Начиная с этого момента Просто идет Агония Мару Который Прям Потеет Тут танки Раскладывает Слоуплейт С двух бас Мюмайка Там креативит Какие-то Дабл Передропы Там еще какая-то Жесть Непонятная Происходит Мару От всего этого Чудесным образом Отбивается Сидя На полутора базах Против четырех В общем Чудеса героизма Проявляет Корея Жаль только что Все это бесполезно Ставка Мару На самом деле Понятна Он хочет дожить До момента Пока у него Не появится Снова таки Достаточное количество Морпехов С медиваками Которыми он Сможет летать По карте И которыми он Сможет создавать Сопернику Серьезный Мультитас Собственно Вот для этого У него делается Старпорт на реакторе Пока ни одного Медивака на карте нет Но вот Первые два Должны наконец-то Появиться И собственно Мару улетает В дроп Это то чего Он давно хотел Да он до сих пор Сидит на двух базах Против четырех Но по крайней мере Сейчас он может Начинать открывать Второй фронт Тут уже налом С вайперами Просто представьте У терна 0-0 Марики танки У зерга вайперы Но опять таки Благодаря своему Мультитаску Мару тут В какой-то момент Даже убивает сопернику Хатанамэни Конечно это ничего не решает Потому что Ну тут Даже с разницей В 1000 ммр Такую игру довести До победы Не очень сложно Слишком велико Преимущество И Миямайка Несмотря на Совершенно отвратительные Местами контроль Продолжает соперника Пушить постоянно Мару Опять же Героически Просто выживает У него Третья орбиталка Он Переходит на Третий командный центр На лом Плюс 70 Лимита у зерга И на этом Мару уже Заканчивается 0-2 При Совершенно Отвратительной И Безобразной Игре От Мару Который Даже вот Не пытался Серьезно Адаптироваться К сопернику Не пытался Как-то В серьез Воспринимать Его улыны И реально Недооценивал Их по ходу Обеих игр Снова таки Обратите внимание Я еще раз Подчеркиваю Ни в коем случае Все сказанное мной Не означает Что Мару Сливал эти матчи Специально Я подчеркиваю Абсолютную глупость И абсурдность Происходящего Особенно в первом матче Только в контексте Того К чему мы перейдем В следующем сете То есть Здесь Примите Произошедшее Как данность Это был Ненамеренный Слив Не в плане Что это был Ненамеренный Слив А в плане Что это не был Намеренный Слив Это была Отвратительная игра От Мару Который сыграл Невероятно Плохо Проиграть 0-2 Игроку У которого Более чем На 1000 ммр Меньше чем у тебя Вау Вау Это очень жестко То есть Я могу Представить себе Как я отдам Например Один сет Игроку С 4600 ммр Но чтобы я проиграл Ему 0-2 Ну Очень жестко Вы можете посмотреть Мои видео Само Торсириас Там я играл Против соперников У которых было На 1000 ммр Меньше Вы можете видеть Как выглядели Эти игры Даже когда у меня Тряслись руки Я ничего не понимал Что происходит Я получал отставание По ходу игр В общем Это тяжело сделать Но это возможно Это Глобально возможно И обо всем этом Я рассказал Как раз для того Чтобы мы пришли К третьему Скандальному сету То есть Первая игра Это что-то среднее Между скандалом И сенсацией Это просто Какой-то театр абсурда Не больше Не меньше Вторая игра Которую мы посмотрели Точнее второй матч Это поражение Мару со счетом 0-2 Это абсолютная сенсация Это Просто какая-то Жесть Которую невозможно Было бы представить А теперь мы переходим К скандалищу Китаец Максет Игрок у которого Более 6000 ммр Играет Бо-3 Матч до двух побед Против Алмазного Протоса Севенти Что происходит В первом сете Максет Разведывает Уже видит Что его соперник Например не умеет Ставить стенки Да Просто не умеет То есть Это не стенка Это чушь И конечно же Сюда можно Телепортироваться Уже двумя адептами И наказать соперника За такую глупость Максет Тем не менее Ну просто играет В максимально Осторожном стиле Старгейт Нексус Тут он пришел Двумя сталкерами Как-то воевать Контролит Контролит Кстати неудачно Очень Ну ладно Подумаешь Не сконтролил И не сконтролил Тем не менее Отмечаем Да что он там Выстрелил по камню Там отдал сталкер В общем Чушь какая-то Тоже произошла Дальше Максет Тут идет Феникса При этом он Разведывал Соперника Видел что там Не было Никаких ранних Технологий От Севенти Этого Господина Из Даймонда С таким Добротным ИПМом Мы видим Нексус Тригитар Роботикс Ну такой Относительно Нормальный Вариант игры Не спрашивайте меня Почему Игрок из Даймонда Попал на чемпионат мира Это специфика формата И Небольшой привет Организаторам Европейских Квалификаций Но От меня это сочтут Как наезд на конкуренцию Поэтому Не обращайте внимания Просто Вот такой игрок Есть на чемпионате мира Сразу же скажу Что конечно Он проиграл Все свои матчи И Все матчи Кроме Макседа Он проиграл Со счетом 0-2 Но Это не то что нам интересно В общем тут такая Знаете Стандартная Обычная игра Фениксы летают Наносят какой-то урон Ничего особенного Не происходит Максед очень надежно Отыгрывает То есть он видит Что делает соперник Он понимает Что В принципе На его стороне Преимущества Очень Сейфовая игра Добавляются Гейты Здесь Фениксы продолжают Летать Отставание По лимиту Становится Все более и более Серьезным Не мудрено Все таки Уровень игроков Очень разный Фениксы Нам эту игру Да Собственно За тем Чтобы вы видели Как все начиналось И как все Продолжилось Мы отправляемся В совершенно Скандальный Сет Который Спойлер Закончился Поражением Макседа И Я не разбираюсь Там во всяких Букмекерских Историях Там Движениях Линей Ставках Бла-бла-бла Ну или точнее Может и немного Разбираюсь Но я не хочу Лезть в сферу В которой я не эксперт Поэтому я просто скажу Что Очень Подозрительные Ставки Были на то Что Севенти возьмет Один сет В этом матче Не буду продолжать Там Кому интересно Вы сможете найти Эту историю На тем ликвиде И на реддите Я буду разбирать Игру Макседа В этом сете И мы будем смотреть От первого лица И мы начинаем С того Как Максед Исполняет Фотон раш При зафотонивании Это знает Любой Простите Дятел Пробка Отправляется Вперед После пилона Это Ну я не знаю Наверное знают Даже ребята Из низких лиг Которые там Посмотрели Первый раз Как делается Зафотонивание Решили попробовать Максед Отправляет пробку После постановки Форжи То есть он Очень сильно Задерживает Своё зафотонивание Ну Окей Вот едут Вместе Две его пробки Всё хорошо Отметим Что Максед Нормально Кликает То есть Он сейчас Не играет В каком-то Расслабленном Формате Одной мышкой И тот самый Рефери Хорош Хороший Мой знакомый Хорошо мне Известный Говорил о том Что он как раз Сидел за спиной Макседа В этой игре И он видел Что Максед Вот прям Реально Как бы Потел Очень странно Поставленный Пилон Это Неправильный Пилон Пилон Который Ставится Чуть в другом Месте Позволяет Блокировать Проход Наглухо Но Хорошо Как бы Предположим Максед Не эксперт Зафотонивание В конце концов Он играет Против парня Из Даймонд Лиги Поэтому Плевать Как он ставит Пилон Он всё равно Победит Логично Логично Вопросов нет Максед Приехал На мейн Соперника И что он Видит Он видит Nexus Gateway Без Газов Очень Интересная История Давайте Предположим Что Максед Вообще Ничего не знает О таймингах Современного Пвп Не знает Как Как по каким Таймингам Ставится Здание Просто сравним У Макседа Дома Фаржа Сколько Пробок Неважно Сколько И 485 Минералов Если Представить Что всё Что есть У Севенти На карте Это Вот это То У него Сейчас Те же 500 Минералов Халявные Он не Ставит Газ Он не Ставит Nexus Он не Строит Рабов Это Видно Я понимаю Что это Игрок Из Даймонд Лиги Но это Ж не Бронза У него 500 Минералов Вакантных На тайминге Минута 30 Что он С ними Делает Макс Что он С ними Делает Есть Вариант Что он Ставит Прокси Nexus Хорошо Предположим В теории Глубоко Предположим Что это Так Тогда Всё что Ты делаешь Ты Как бы Спокойно Фотонишь Человечка И Дальше Выходишь Свои Технологии И конечно Отправляешь Пробку По карте Искать А где же Этот Nexus Расположим Но если Всё-таки Включить Мозги И Подумать Что же Здесь Происходит То становится Очевидным Что эти Деньги Которые Сейчас Есть У 70 Эти 500 Минералов Которые На этом Тайминге Есть У Макседа У которого Тоже Ничего Нет Кроме Одного Здания За 150 Минералов И Двух Зданий За 100 Минералов Эти Деньги Могли Быть Инвестированы Например Вот В это В прокси Гейты Поставленные Где-то Далеко На карте Но Хорошо Максед Не подумал Нормально Просто Не подумал Такое бывает Заварил Сопернику Два газа Почему бы и нет Не будем К этому придираться Заварил И заварил Это нормальная Тема в пвп Заваривать Сопернику Газ Фатонка Ставится Хрен пойми как Её можно Окружить Прям со всех Сторон То есть Фатонку Надо ставить Ну хотя бы В притык К рампе Это ровно Ну ладно Поставил И поставил Алекс Задолбал Ты уже Придираться К каждой первой Фигне Максед Специально Ставит пилон На хайграунде И подводит Вторую пробку Он показывает Сопернику Эй У меня есть Две пробки Зачем он это делает Непонятно Вторая пробка Здесь прячется Ну плевать Так захотелось Макседу Что он делает Сейчас Здесь есть Зилот Естественно Зилот Один в один Убивает Фотонную пушку Поэтому По сути Ты должен поставить Фотонку так Вторую Чтобы ее Прикрывала Первая фотонка Слоу граунда Это понимает Даже бронза Если ты фотонишь То твоя вторая Фотонка Должна стать так Что первая Ее прикрывала Вот Это правильная Постановка Фотонной пушки Максед Молодец Шикарно Фотонит Да Ну конечно Ставится Следующая Фотонная пушка Следующая Фотонная пушка Ну там понятно Да Зилот Сейчас будет Эту фотонку Убивать Ой Максед ее Не отменил Очень жаль Но ничего страшного Дома в этот момент Максед Собирается Перекрыться И вот тут Очень интересная История Это Самый Странный Момент Во всей Игре Вы не видели Что здесь Произошло А здесь Произошло Следующее Максед Отдал Сознательный Приказ Пробкам Атаковать По зилоту Обратите внимание На текущий Приказ Пробок Видите Вот этот Красный Кружочек Которым Обведен Зилот Вот сейчас Он пропадет А сейчас Он появится Этот красный Кружочек Это Индикатор Команды Максед Отдал Сознательный Приказ Пробкам Атаковать Зилота Сейчас этот Приказ Будет отдан Смотрим Супер Внимательно Правый Нижний Угол Выделены Две Пробки И вот Сейчас Смотрите Появился Этот красный Кружок Двумя Пробками Максед Атакует Зилота Сознательно После этого Вот он снова Отдает Этот приказ После этого Он Уводит Камеру Оттуда Он Получает Сигнал Your Probes Are Under Attack Ему Плевать Он Ставит Гейт Переводит Камеру А пробки Уже Умерли Очень Жаль Что ты будешь Делать В этой Ситуации Ну конечно Надо Продолжать Зафотонивание И вести Еще Одну Пробку Вперед Потому что Тут очевидно Что Эти две Фотонки Достроятся У соперника Нет газа То есть Нечем Дальше Севенти Убивать Новые Фотонки Поэтому Плевать На то Что ты Потерял Пробок Ты приводишь Еще одну Ставишь Новые Фотонки И здесь И здесь И как бы Все Это победа Дальше Фотонки Достают До Нексуса Но Макс Эд Говорит Очень Жаль Очень Жаль Там Значит Зафотонивания Уже Не будет И в этот Момент Он видит Что к нему Прибегает Зилот Предположим Что Макс Эд Вот прям Растерялся Занервничал И до сих пор Не прочитал Что у соперника Есть прокси Гейты Я Скрипя сердце Готов поверить Во что угодно Лишь бы не опорочить Игрока Пусть Пусть Макс Эд Думал Что это прокси Нексус Или еще Какая-то фигня Не важно Но Сейчас Его камера Здесь Это тайминг 2.30 Он видит Поднимающегося Зилота Его реакция Он должен Закрыть Стенку Гейтвеем Поставленным Вот так Далее Ставить Фотонки И защищаться От этих Зилотов Дружище У тебя на 2000 ММР больше Ты вывезешь Даже в такой Непростой Ситуации При том Что она На самом деле Все еще Выигрышная Для Макс Эда Потому что У него есть доступ Газам И у него больше Рабов на карте И в общем Там еще Фотонки Прессингуют Соперника Что делает Макс 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 Закрывается Фотонкой Любой Протос Мастерлиги И выше Знает Зилот Один в один Убивает Фотонку Если он Начинает Ее атаковать Там даже Где-то На третий На середине Может быть Ну ладно На середине Загоняюсь Но если Она прям Только что Поставлена Зилот Убьет В секунды Макс Серьезно Делает вид Что он Этого Не знает И вместо Того Чтобы поставить Гейтвей за 150 минералов В эту же Дыру в стенке Он ставит Фотонку Серьезно Серьезно Вы хотите Чтоб я поверил В эту чушь Фотонка Даже не отменяется На это Плевать Макс Ставит здесь Пилон Это можно Объяснить Потому что Типа Потом Можно поставить Фотонку В минеральной Линии И защититься Дальше Происходит Какая-то Фигня Макс Кстати В лучших Традициях Ботов Из игр Разума Причем Знаете Самых тупых Ботов Решил Что Хе-хе Если я поставил Первый раз Фотонку В проход И ее пробили То может быть Это была Плохая Фотонка Может если я поставлю Вторую Фотонку В проход То все будет Зашибись Ну конечно Все будет Зашибись Потому что Тут Зилот И как бы Он не убьет Фотонку Так же Как он и убил До этого Не правда ли Макс После этого Происходит Совсем Какой-то Идиотский Эпизод На который Почему-то Все обращают Внимание Макс Ну тут Типа Какой-то Микро И что Он потом Делает Он оставляет Двух зилков На красных Хитпоинтах Ну это Вообще Какой-то Рофл То есть Это уже Никакой роли Не играет Потому что Макс Все равно Проиграл Но это Реально Тупо То есть Он мог Добить Этих Двух зил А он Их Не добил Окей Окей Но это Не важно То есть На этом Этапе Макс Естественно Игру Что вот На данном Этапе На этапе 2.30 Уже Короче Не важно Что происходит Что вот Мол Все Вот на этом Этапе Макс Естественно Проиграл Я ответственно Заявляю Все люди Которые Несут Абсолютную Чушь Когда говорят Что вот Макс Естественно На этом Этапе Проиграл Это А Либо люди Которые Ничего не Понимают Старкрафте Б Люди Которые Может быть Понимают Что это Не так Но зачем-то Выгораживают Макс Еда Ребята Вы несете Абсолютную Хрень Я докажу Это прямо Сейчас Каким образом Благодаря Прекрасной Функции Возобновлении Игры С реплея И благодаря Помощи Наших Замечательных Российских Игроков Фолленджера И Неразима Мы Воссоздали Эту ситуацию Я играю За Макс Еда И Будут Две Разных Игры Две Разных Попытки Сначала Против Фолленджера Который Играет за протасов Конечно хуже Чем за зергов Ну я бы оценил Его протаса Где-то в 5к ММР Примерно То есть Будем считать Что я максед Хотя я конечно же Слабее А что фолленджер Это 70 Хотя он конечно же Сильнее То есть Мы рассматриваем Ситуацию Куда более Выгодную Для 70 И куда более Плохую Для макседа Чем она была На самом деле При разрыве В 2000 ммр И что мы Сейчас получаем Вот мы Досматриваем До этого эпизода Вот он тайминг Вот я Начинаю Играть За макседа Я закрываюсь Нормально Гейтвеем Как положено Кто-то может Скать что я это Сделал на секунду Раньше Чем закрылся бы Максед Здесь секунды Не играли Никакой роли С огромным Запасом Достраивается Фатонка Тут неприятный Момент Из-за того Что я не догадался Своевременно Закрыться Вторым пилоном Это не играет Никакой роли Зилоты Дерутся с Фатонкой После этого Вы выводите Пробок Вы защищаете Вторую Фатонку Игра Выиграна У вас 17 пробок У соперника 17 пробок У соперника Нет доступа К газам Абсолютно Никакого Вы в любой момент Ставите газы Вы защитились на хайграунде Здесь уже есть Фатонка Поэтому Зила Так просто Пилон не пробьет Вы можете поставить Вторую фотонку Если захотите Есть Зилот Которым можно Закрыть проход ГГ Здесь нет шансов Ноль шансов У 70 Ну или У любого игрока Который будет играть Вместо него Мы Также возобновили Эту игру Немного по другому Чтобы за протаса Играл не разим За 70 То есть Игрок Который в целом Сильнее меня И мы попробовали Прикинуть Вот что будет Если игрок Даже сильнее Чем Обороняющийся С фотонками Страна Будет пытаться Пробить Эту же стенку Будет Грамотно микрить Будет там Как-то аккуратно Подконтраливать Будет в общем Все идеально Делать Попробует Может быть Даже какой-то Переход В макро Давайте посмотрим Тот самый Тайминг 2.30 Мы к нему Приходим На сей раз Не успевал Пилон В прошлый раз Из-за этого Позже Вторая Фатонка Но зато Первая Начинает Раньше Стрелять Точно так же В последний момент Перед смертью Гейта Надо вывести Пробок Гейт Отменяется Чтобы сохранить Деньги Дальше Пробки Начинают Здесь Воевать На всякий случай Еще одна Фатонка Сзади Неразим Идеально Контролит Очень многое Выжимает Из этой ситуации Но Дальше Все равно Достраивается Здесь Фатонка Окей Можно сказать Что у Неразима Преимущество По рабам Но Проблема в том Что ему Рабы после 16 Ничего не дают На мейне Из-за того Что у него нет Газа Второй газ Он получить Не может Из-за фотонной Пушки Но он может Попробовать Хотя бы Как-то там Получить Один газ И Дальше Что-то Придумать Естественно Подняться На хайграунд Он не может Здесь Две фотонки Пилон Готова Кибернетка Дальше Я ставлю Батарейку И у меня Тоже уже Добывается Газ У меня Есть доступ Ко второму Газу Неразиму Сложно Что-то Придумать Потому что У него Толком-то Добычи Газа Здесь Не будет И Адептами Он ничего не Сделает С сталкерами Он ничего не Сделает Он пытается Вот такую Схему Применить С кучей Батареек Но Опять же Равная экономика У нижнего Протаса Два газа Здесь Стенка С батарейкой На хайграунде Особого смысла Продолжать Эту игру Нет Неразим Скорее всего Ничего не Сделает В лучшем Случае Он как-то Введет Эту игру В макро Вот с помощью Этой пробки Например Поставит Прокси Нексус И дальше Будет что-то Придумывать Потому что Все эти зилоты Это мертвый лимит То есть Здесь уже Есть два адепта И все эти зилоты Это мертвый лимит Они ничего не сделают Дальше То есть Все это преимущество По лимиту Его можно выбросить Его считаете Нет Но Даже если Предположить Что у Неразима Есть какие-то шансы Неразим Это протас Там 5800 5900 Это игрок Моего уровня Или даже чуть сильнее В то время как 70 Это игрок Уровня на 2000 ммр Ниже Максета Какой там переход В макро Будет у 70 Никакого Не может быть Перехода в макро И я не просто Так показывал вам Игру Мару Против Мео Майки Посмотрите Как боролся Мару И посмотрите Как отказался Бороться Максет А ведь в этой ситуации Максет мог бы Абсолютно Спокойно бороться Дальше И довести Игру до победы И то Что Сказал Максет В свое оправдание Это абсолютно Феерическая чушь Возможно Это немного Вольный перевод С моей стороны Вы можете найти Даже оригинал На китайском На Team Liquid Если захотите Более точного перевода Но Я озвучу Вот свой перевод Ситуация следующая После первой карты Я подумал Что мой оппонент Играет слабо Естественно Мне и до этого Все говорили Какой у него уровень Ну и я убедился в этом Поэтому на второй карте Я решил зафатонить соперника Я думал Что выиграю Просто уничтожив гейтвей На его базе Однако Когда я оказался На его базе Я увидел Один гейтвей без газа Я подумал Что он собирается Поставить вторую базу Поэтому захватил его газы Чтобы он не смог Отбиться От фотонок Я не знал Что Рейл Да Тот самый Наш русский протас Подсказал ему Стратегию в проксе Гейты Которая была рассчитана Именно на то Что я постараюсь Закончить игру быстро Таким образом Соперник обманул Меня с одним гейтом На базе И тремя в проксе Это сильно сбило меня И я допустил Множество ошибок Но Думаю Даже если бы я не допускал Всех этих ошибок Я бы все равно Не победил на этой карте Потому что я не мог бы защитить Свою главную базу Он мог бы просто поставить Новый Nexus И уйти реколом Это моя ошибка И крайне неловкая игра То Что ты Уважаемый Максед Не мог бы Защитить Свою главную базу Это Категорически Не так И Вся та цепочка Грубых ошибок Которые мы видели Меня признаться Просто Взбесило Это Ужасно Все что мы видели Во второй игре От Макседа Это ужасно Это Исполнение Зафотонивания Это игровое мышление На уровне Платиновой лиги И ниже Простите меня Игроки Из платина И ни в коем случае На вас не наезжаю Но Я наезжаю На 6К Игрока Который допускал Вот такие ошибки Это Не простительно Это кошмарно После этого Чисто для контекста Что произошло В третьем сете Максед Снова перевоплощается В нормального 6К Протоса Снова начинает играть В абсолютно Традиционном стиле Два гейта Вновь Аккуратная разведка Тут Топовый микроконтроль Пробкой Где же он был Черт подери Когда нужно было Реально контролить В предыдущем сете Сбивает тут добычу Максед разведывает Очень хорошо Снова идет в Старгейт То есть реально Ну как будто Ничего не происходило Это прям Копия игры На Сайбер Форест Вот прям Копия Просто вместо Феникса Здесь строится Оракул Потом второй Оракул Тут Ну Типичный игрок Из Даймонда Какие-то Вуидры Какие-то батарейки Опять же Вместо стенки Не пойми что Адептом Максед Соперника захарасил Бла-бла-бла Приходит в атаку Севенти Максед Когда нужно Оказывается Прекрасно Читает ситуацию Ставит кучу батареек Чтобы не отлететь От какого-то глупого чиза И Все ГГВП Максед Побеждает буквально За 6 минут Без малейших проблем Где был этот Максед Во втором сете Сказать сложно Я еще раз подчеркиваю Он Не то чтобы Расслабился Играл одной рукой У нас есть прямые подтверждения Что это не так Что он типа потел Уровень который он показал Во втором сете Просто отвратителен Это ниже Любой критики Это ужасно Но Я все еще Даже если вам покажется Это странным и глупым Не утверждаю Что Максед Там Слил За деньги Там Не дай бог Я ничего подобного Не утверждаю И я не просто так Показываю вам перед этим Еще Два Сенсационных И скандальных матча Давайте теперь проанализируем Три события Которые Мы Увидели сегодня Событие номер один Два Топовых игрока С колоссальным Опытом Более 15 лет Ни в какие рамки Событие номер два Мару Опять же Суперопытный Прогеймер Проигрывает 0-2 Игроку Которого на 1000 ММР меньше В очень таком Скиллбейст Матчапе ТВЗ В котором Ну на самом деле Разница в 1000 ММР это просто Жесть И наконец Событие номер Три Максет Игрок Там 6К ММР Примерно На корейском Сервере Проигрывает Даймонду Один сет В ПВП Вот если взвесить Все эти три события Я бы вам сказал Однозначно Третье событие Наиболее вероятно Я прям Ни под каким соусом Не поверил бы Что Мару Может слить ТВЗ Какому-то 6К Зергу Особенно Если Одна из игр Будет длиться Более 15 минут А второй сет Где-то так и длился И Я бы никогда В жизни не поверил Что Мару и Скарлетт Будут 20 минут подряд Сидеть Тупить И Мару Выйдет из игры И после игры Они оба скажут Ой ну мы забыли Что здания Терана летают Я понимаю Что для многих из вас Первое событие Наверное звучит Наиболее вероятно Но Поверьте Это вот прям В голове любого Терана В Старкрафте Миллион игр В Старкрафте уже был Когда Тераны прям Летали зданиями Чтобы Или как-то Попробовать победить Или как-то Закончить игру в ничью Это в подкорке Понимаете Это в подсознании То есть По итогу Взяв эти три события Я бы сказал Что третье Наверное Наиболее вероятно Но Наиболее скандальным Стало именно Третье событие Стало именно Игра Макседа Потому что Кто-то где-то Заметил Какие-то движения Ставок И поэтому Третью игру Обсуждали все Вторую Ну обсуждал Мало кто Просто заметили Типа сенсация Бла-бла-бла А первой прям Видосы снимают Пацаны Сто ядерных ударов Там зашибись Вообще Вообще Даже 300 ядерных ударов Там на канале SK2 Highlights Правда я не знаю Сколько их было Не считал и не собираюсь Потому что Эта игра Это какой-то Театр абсурда Который невозможно Серьезно комментировать Любому человеку Который Соображает Старкрафте Ну вот Кошмар Просто кошмар Вот такие вещи Друзья Произошли На чемпионате мира Я с удовольствием Почитаю Вашу точку зрения В комментариях Как вы знаете Я все комментарии читаю Под некоторыми Ставлю лайки Поэтому Делитесь своим мнением О произошедшем Делитесь своей точкой зрения Вот какое Из этих событий Было наиболее вероятным Какое наименее Что произошло С Мару В групповой стадии В этом матче Против Мео Майки Что произошло С Мару И Скарлетт Какое умопомрачение На них нашло Коллективное Когда они играли Матч за третье место И конечно же Как Максет Умудрился Настолько отвратительно Сыграть Именно второй сет В Бо 3 Против Игрока из Даймонда При этом Идеально сыграв Первый и третий Я не призываю вас Обсуждать Что там происходило Со ставками Все таки Я считаю Что это такое Такая Совсем отдельная история В которой нужно Разбираться Со всем другим людям Мы обсуждаем Старкрафт Мы любим Эту прекрасную игру И мы очень не любим Когда в Старкрафте Происходит Какая-то Непонятная Абсурдная Фигня Особенно На чемпионате мира Фуф На этом все Для вас Разбирал Этот кошмар И комментировал Аликс 007 Обязательно Подписывайтесь на канал У нас впереди Куда более веселые Крутые Интересные матчи В которых Есть Смысл И которые Я буду с удовольствием Для вас Комментировать Как всегда Эмоционально Как всегда С таким Киберспортивным Подходом Как всегда С чувством С толком С расстановкой С интригой Поэтому Вместе Услышимся И увидимся С вами В новых роликах На моем канале До новых встреч Всем пока И удачи Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok